Уважаемые коллеги, написание сценария фильма «Донбасс. Прозрение» идет полным ходом. Ну, в принципе, я опираюсь на календарное событие апреля, мая и июня 2014 года. Хочу обратиться вот с какой просьбой. Люди, которые перечисляли крупные суммы, тысяча пятьсот пять тысяч и десять тысяч рублей. Просьба, поскольку наш сайт делался после Планеты.ру достаточно в таком авральном режиме, то мы не сразу ввели форму для того, чтобы с вами познакомиться. Я очень прошу вас написать письмо на e-mail, указанный в подписи, для того, чтобы вы представились, сказали, как вас зовут, для того, чтобы мы с вами дальше взаимодействовали, потому что за ваши пожертвования, в общем-то, вам полагается вознаграждение. Там несколько видов вознаграждений. Это фильм на твердом носителе, это футболка фирменная, ну и так далее, и так далее. Ну и приглашение на допремьерный показ. Эта история началась 3 апреля 2014 года, когда из Москвы в Луганск отправляют внештатного корреспондента Кирилла Ковальчука с заданием в течение двух недель давать картинку о митингах антимайдана, выступающих против поездов дружбы, приезжающих из Киева. Главная задача редакторского задания заключалась в том, чтобы показать возможные процессы становления Новороссии. В этот же день, 3 апреля, из Киева командировали известную ведущую аналитического шоу Алену Астраханцеву, задание которой было абсолютно зеркально. Давать картинку и показывать возможные действия России по отторжению восточных регионов Украины, процессы сепаратизма и митинги под российскими флагами. Два корреспондента приехали в Луганск разными путями и оказались вовлеченными в гущу событий. И в результате этих событий два журналиста из Москвы и из Киева, между которыми начинаются романтические отношения, убеждаются в том, что события имеют постановочный характер. А в тот момент, когда они становятся свидетелями того, кто управляет всеми этими событиями, где хранятся деньги на организацию всех этих действий, как раздавалось оружие боевикам и криминалитету, причем с обеих сторон, в этот момент жизни героев начинает угрожать реальная опасность. Наши герои попадают в такие драматические переделки, что иногда у зрителя не просто будет захватывать дух, а будет стопроцентная уверенность, что они не смогут выжить в этих обстоятельствах. Прием, кого не пропанули кейку? Да, сдал листа. И куда сколько мало? Какая тебе разница? Пока я получил, получил. Но не задавай никаких вопросов. Начат сбор народных средств на написание сценария этого фильма и на подготовку съемочного процесса. Ссылка в описании. Хочу обратиться к людям, которые еще не знают об этом проекте, с просьбой поддержать этот проект на любых условиях, любыми суммами, которые вы посчитаете возможными. Вы можете стать сопродюсером, вы можете стать соучастником этого процесса. Хочу еще раз сказать, что этот фильм направлен прежде всего на прекращение войны. Прекращение войны и замерение сторон конфликта. Причем стороны конфликта Россия не является стороной конфликта, и российский народ тоже не является стороной конфликта, но мы с вами знаем, что в информационном поле конфликт все равно есть, и его тоже надо замерять. То есть, когда русских называют оккупантами, это неправильно. Там русские не оккупанты. Или когда здесь называют украинцев неправильными русскими, или что они наскакали, это тоже неправильно. Это тоже информационная война. Для того, чтобы процесс примирения, завершения этих конфликтов и на поле боя, и в социальных сетях прекратить, нужно показать, как это все начиналось. И это основная цель нашего фильма. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к людям, посмотреть небольшой тизер, сделанный на базе документальных кадров тех времен. И если вы считаете, что это соответствует вашим взглядам и устремлениям, то прошу поддержать наш проект по тем условиям, которые описаны на нашей краудфандинговой странице. А этому проекту посвящена целая страница, на которой подключена Робокасса. Там все строго по закону. Индивидуальные предприниматели, эти все деньги облагаются налогом. И эти деньги используются на то, чтобы работать с свидетелями событий, для того, чтобы организовывать определенные командировки. И так далее, и так далее. Просьба нас поддержать любыми суммами. 100, 200, 300 рублей. Какими посчитайте возможными. Мы планируем закончить написание сценария до завершения новогодних каникул. Дальше мы уходим в предпродакшн. И этот проект мы хотим приурочить... Ну, мы планируем его завершить к концу лета 2020 года. И мы считаем, что этот фильм может стать главным или одним из главных инструментов завершения войны на Донбассе. Вот такое вот объявление. Спасибо за внимание.